у вас не видно видно сейчас видно видно вот так видно вы знаете что у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет я не против а зачем мы надели такие очки фотографии глаза закрытая с кем разговаривать а буду выслушаю говорите вопросы есть по поводу трех конфессий православие каталицизм и протестантизм больше хотел бы поговорить на если успели остальные тоже может затронуть ссылка по поводу фавославия вот и и фавославие есть некоторые элементы то есть которые есть там но которых нет библии вот держа культ мощей то есть вот эти косницы асуарий костяные храмы там и так далее которых вот этих культов поклонения мощам то есть их как бы в библии не описывать не призывается то есть вот этот путь потом и я так это дело немножко прояснял оказывается это связано было с языческими культами там с персидским зарастризмом там и прочими традициями там которые там древние времена будут то есть которых в библии нет вот этих элементов потом еще эти вативные дары православие тоже которые идут от язычества когда из больную какой-то часть тела благодарность божеству приносит в виде каких-то металлов и таким образом подношение там греко римском мире допустим о скрепи и так далее сейчас это делают иконе троеручцевым иваном дамаскиным было создана по моему проявлечество развиваться очень по данности истилений приносили вот эти вот отношения потом культы и святых посредников там и в этом языче и в греческом и в римском там и в разных других культов на разных континентах там африканские то есть вот эти вот культы и ну там у всех красавиевого со святыми идет а там и с божествами либо культ героев полубогов с духами и покровителями там разными ну и тоже такая параллель как наблюдается в полисе то есть и это тоже как бы в библии я не обнаружил а есть вот православие и капотицизм и там еще может быть дальше вот эти поклонения и молитвы перед иконами тоже вот есть в православии но в библии именно сами молитвы к иконам то есть они как бы не призываются бог не призвал то есть по крайней мере я не обнаружил к ним именно молитвы там и поклонения там культ Марии тоже который сильно заслоняет собой как бы вот почитание Христа то есть там 800 иконы и священо в общем и разные эти тут гипертрофированные как вот ее почитание в общем чуть ли не там до уровня богинь как тоже было в этих языческих культов там с белой там со всякими там божествами то есть там можно много этих примеров перечислить просто сейчас из-за этого потом еще что есть даже вот культ ангелам поклонение к ангелам тоже молитвы к ангелам которые также также в библии на молитву напрямую к ангелам тоже я там не обнаружил ну не только я там другие так же которые следовали эту тему вот потом вот этот спироподобный культ Кристофору Всеглавцу тоже есть почитается в православии такой Кристофор Всеглавец и он является ну тоже этого культа нет чтобы поклоняться твари там вместо твари там то есть сделали как здесь творение как бы вот это идол такое вот потом эти на пасху делают известные фарлические культы вот эти яйца это тоже идут с язычеством связано с егитом Индией там Вавилоном там с культом этого Исиды Осириса там и так далее и тому подобное очень потом еще что еще какие элементы вот ну это все как бы недоумение как бы вот насколько противоречит продажи там спящие эти платные платные крещения платное освещение объектов там разные потом Милитаризация. В России построили храм Министерства обороны. Милитаризированный культ. В Библии Евангелие. Иисуса призывал к миротворчеству. Всему этому противил. А православие сейчас внутрь ПЦ продвигают. Потом просмотр телевизора. По пророкам слышал, что это видение. Слышал, что это является грехом. Милитаризации предсказывают, что будут телевизоры, из которых будут торчать ящики. Он указал на ящики, но это потом отразилось телевизору. То есть это отобразилось, исполнилось. И тоже есть видение у людей, разные осуждения на эту тему. Потом противоречивые учения между святыми отцами. Там есть, они даже друг другу противоречат, когда, допустим, Иоанн Златоуст предлагает, там, еретиков, да, или кашеников, ну, там, к мордобою, там, освети руку, там, уда, или что. А гроби и политримские, они призывают, там, к миротворчеству, да, и не говорят, что лучше не пролить кровь свою, там, то есть не пролить кровь чужую. Я там, что я, потому что стату не помню, но сами, то есть, подставили свой хребет под удар, чем кому-то нанести. Потом еще антисемитские элементы в православии, то есть вот эти вот правила, что если там с евреями или в бане мыться, или сотрудничать, или кто-то купит, или кто-то лечится в евреях, там, кто-то под осуждение какое-то подвергается. Вот, и потом, тема апостольской преемственности тоже, вот, апостольская преемственность, она, конечно, важна, это все описывается в Евангелии, в Бунзе, вот, но там преемственность, православие делает манипуляцию на то, что это только через рукоположение можно спасти, только рукоположение спасает, ну, кроме прочего. Вот, а когда, товарищ Писание, учит, что по плодам их узнать, и что возьмите за грех смерть, то и там не говорится, что Царство Божие не наследует рукоположенные, нерукоположенные, или нерукоположенные учатся в возе их горящих, там, огнем и стервных, там, по плодам их узнать, и, вот, это больше призыв, по плодам, по плодам, возьмите за грех смерть и прочее, то есть, вот. Вот, потом, еще что, вот этот авторитет самой, ну, церкви, как бы, церковь-то нужна, понятно, но Христос, как бы, главенствующую роль играет, и делает вот этот акцент, что, то есть, больше, что, как будто бы, церковь спасается, тогда спасается Христос, а не церковь. Нет, они это тоже говорят, что спасается, но, что церковь, вне церкви нет спасения, вот это, да, вот этот термин используется, то есть, вне церкви нет спасения, в Писании написано, что вне Христа нет спасения, только я, путь истинная и жизнь, и никто не приходит отцовывать через меня, и дальше там, ни в коем другом нет спасения, как только во Христе. Церковь, да, понятно, она, если она следует учению Христа, и не противоречит, что она спасает, и она ведет спасение, она, ну, как бы, отображает собой правильное состояние, чтобы, клядя на нее, можно понять, что это правильное соблюдение заповедей, и что она подчиняется Христу. Сейчас многие церкви отпали от Христа, и многие церкви не ведут к спасению, там, есть много ересей, там, в мире, там, тысячи и тысячи разных течений. Вот на такие церкви нельзя сказать, что через них, что в них, вне церкви, то есть нет спасения в отношении вот этих разных, там, ересей и так далее. Потом на Писании и Придании тоже в Православии, как бы, сильный авторитет, ну, упор делается на Придании. И многие, то есть учат, что Придание, там, важнее, то есть более главенствующее, чем Писание, там, там, основность, там, на соборах или, там, на вот этих вот решениях, которые тогда были. Вот, тогда как, ну, соборы, там, Придание, так как бы, Слово человеческое, а Библия – это Слово Божие, и... Годового дня, ну, что Библия важнее Придания, Библия – это Слово Божие, а Придание – Слово человеческое, и оно не... И поэтому превосходнее, как бы, Слово человеческое, Слово человеческого, то есть учение Божие, учение человеческого превосходнее. И, само собой, Библия должна быть, как бы, вот, первичной, будет важнее, как бы, Господи. Нет, Придание я-то не отвергаю, я принимаю, ну, надо принимать, ну, которое соответствует, согласуется, там, с библейским учением, вот, которое не противоречит. Ну, которое противоречит, это уже опасно посределись или, там, какие-то заблуждения. Тот же, допустим, вот, в Библии же говорится, что благословляющий и потомков Авраама евреев, то есть, ну, будет благословлен, а благословящий потомков Авраама евреев, там, проклянен, там, и так далее. Вот, вот, такой авторитет, как Иоанн Златоуст, у него много, у нас, работа, вот, определенная, то есть, направленная против евреев, там, много таких злобных, антисемитских высказываний, то есть, и вот это, вот, как бы, вот, уже противоречие, как бы, идет, ну, с предостережением от Бога, то есть, вот, а он вопреки, как бы, ну, злосовил еврейский. Ну, там, понятно, были какие-то причины, причины, почему-то, там, ихняя вина тоже была, ну, там, фишкам уж, как бы, ну, много оборудованных по этому поводу. Такие, в общем, вопросы, как бы, касательно, да, и, что я могу по пунктам затронуть, там, каждую, если, ну, даже, там, много перечня сказать, и могу по пунктам затронуть здесь, либо вы можете сразу ответить, как бы, ну, кто. А вы себя к кому причисляете? Я, сейчас скажу, я в 98-м году крестился, ну, меня крестили в Павославной Церкви, в Москве меня крестили, 8 лет мне было, вот, ну, со всеми обрядами, тройным погружением, вот, ну, я вот это крещение, я, как бы, принимаю, я в нем остаюсь, вот, ну, я себя читаю, вот, я прочитал Новый Совет, и я себя, ну, христианином себя считаю, никаким этим, ни протестантом, ни католиком, там, ни каким-то этим, пятидесятником и прочим, я просто, ну, христианином читаю, потому что христиане в Антиохии, то есть изначально последователи Иисуса назывались в Антиохии христианами, то есть, вот, я себя, как бы, по Писанию стараюсь ориентироваться и причислять, как бы, к христианину, как бы, по такому, по такому, по такому. Вот такая позиция, тут. Так вы от кого это все взяли? Сами находили или где-то были в каком-то обществе? Вообще ни в каком обществе не был. Раньше православие, так, немножко, был, ну, вот эти вот, ну, не скажу, что активно, там, мы были какие-то сфеанты, отдаленно. Я слушал разных проповедников, и православных, и католистских, и протестантских, и неконфессиональных. И дело не в том, что я даже не столько их слушаю, сколько я на Библию пытаюсь опираться, и на Новый Завет Богу молиться, и чтобы он мне помог открытно объяснить этот суд. Главный мой опор – это Новый Завет с поланием на духа, для того, чтобы все это открыть, прояснить и так далее. Ну и что, не все так совершенно, то есть в церквях, даже очень много, во всех церквях, или почти во всех вот этих вот изъянов различных. А в Новый Завет нет, взяну, это слово позже, поэтому я это ему-то взяну, как бы, ну, на Новый Завет первый из всего опираюсь, и на те труды, которые не противоречат Новому Завету, то есть, как-то вот так. Вы курите табак? Да нет, вообще не курим ничего. А Вы пиваете что-то алкогольное вино? Нет, не переношу, не увлекаюсь вот этим вот, наоборот. Ну, а у Вас кто-то есть такие соратники, которые во всем вот так сомневаются, как Вы, одинаково, как будто бы один человек? Я не во всем сомневаюсь, как бы, во многом, потому что есть припины, как бы, но я много им доверяю. Есть, у меня, рядом со мной нету, но есть, с которыми я общаюсь, ну, через интернет, там, с малой частью, а с других я там иногда просто слушаю, но тоже стараюсь фильтровать, то есть, что они, через Новый Завет. Ну, такие вот, примерно, с такими убеждениями, примерно, с такими они есть уже, нужно много, как бы, пока. Ну, вот Вы сказали, первые христиане, начали называться христианами. Ну, те, которые назывались христианами в Антиохии, они где-то сохранились или нет? Они, после вот этих разделений, когда пошли же потом разделяться на разные вот эти учения, там, уже с первых веков, но все-таки они сохранились, ну, я всегда по убеждениям сказать, есть люди, которые сейчас тоже себя просто христианами называют, но среди них тоже могут быть и которые заблуждаются, и которые более правильно понимают. Там тоже все не так однозначно, там есть, кто-то там признает Твоицу, кто-то не признает, кто-то признает Иисуса Богом, кто-то не, тоже там по-разному, все по-всягу. То есть, надо, я больше смотрю на то, насколько соответствует именно самому учению, как бы, вот, если даже просто христианин там что-то говорит, я пытаюсь это фильтровать через Новый Завет, там, ну, и просить у Бога помощи, то есть разобраться. Ну, и людей тоже можно, там, дополнительно, да, но, прежде всего, ну, главное, авторитет, как бы, Слово Божие, ну, и Завет, вот, это, ну, как бы, вот так вот. А как Вы считаете, как наследственно, что именно в той церкви, по каким признакам надо было узнавать, что именно к той церкви ты относишься? К которой у Вас претензий нету? Ну, в принципе, я уже разобрался, что такое цель, ну, цель, ну, сейчас в организационном смысле Вы имеете в виду, или собрание какого-то? Название, название, какое ей? Католики, православные, протестанты, баптисты, адвентисты, иеговисты, какой именно Вы придерживаетесь, где не нарушается ничего? Да у них у всех есть где-то правильные стороны и где-то элементы вот этих отклонений. Ну, а как узнать, что они идут от той церкви-то? Сами себя образовали. Ведь пошло дело-то с Мартино Лютера, 1517 год, и в одной Америке сегодня 21 тысяча совершенно друг друга не признают. И то, что Вы назвали, у них нет этого. Но друг с другом они не знаются. 21 тысяча, выстроите. У всех в руках только Библия, от которой 11 книг оторвали. Сатана на этом не останавливается. Он будет головой толкать, пока полностью не задохнёшься. Каждый по-своему Библию толкует. Они как бы не так, они берут отдельные слова и как бы по своей выгоде. Кто-то там лукавок, кто-то пытается правильно, но ещё... То есть вот в этом проблема, что каждый пытается по-своему понимать. Но от этого никуда не деться. Это все. Любой будет понимать по-своему. А просто Павел пишет к Тимофею, к Титу, чтобы он рукоположил, которые были епископы. Где епископа нету, церкви никогда не считалось. Её нету. И церковь через епископа рукополагает. Вот у русских через Андрея, епископа, дошло до наших дней. Рукоположение, хератония не прервалось. У католиков от Петра. То есть везде где-то кто-то есть. А в Александрии там от Марка. Лично вы, где видите такую церковь, которая по рукоположению связана с церковью первоапостольской? Где? По рукоположению я слышал, что, ну как говорят православные и католики, и у них осталась вот эта вот линия. То есть по ихнему утверждяю, что вот эта цепочка у них сохранилась. Как бы рукоположение, преемственности. Вот ещё я слышал, что Древневосточный, вот от вас переговорено-армяне, копты и сирийцы там, ну вот эти тоже сохранили. Вот эти рукоположения. Но есть как бы другая критическая данная тоже, что рукоположение, как бы вот, что преемство, звено, то есть утерялось, как бы. Вот есть и такое мнение. То есть это исследовательские работы, там и Дэвид Берсо есть такой исследователь, он проводил на эту тему работ, что, то есть вот эта встроенность Польши изначально была, она потом утерялась, там, связи, там, нафиг, ну, отклонения пошли, связи с вот этим, с вот этим хаосом, с еретиками, арианами, там, и прочим, и прочим, там много было разных. И связи с тем, что было не то, что рукоположение, то есть просто смена на посту была такая вот, но через кого, какие корни рукоположения потом пошли, там, ну, опровергается вот это вот, что каким-то образом было утеряно, ну, обождите, давайте коротко, вы много уже сказали. Проходите зачитать меня, у меня есть какой-нибудь цитат, я могу зачитать его работу. Не надо, не надо. Одно у вас, допустим, доказательств нету, а все-таки что-то там не так. То есть православие у вас отпало, католики не нужны, Григорияна Армянская, постоличная, пропащая, у вас нет церкви-то нет, а вне церкви нет спасения, вы в это не верите. А Господь говорит, как при Ное было, апостол Петр об этом говорит, так и ныне Господь спасает, это ковщик Божий. А если вас это потеряли, вам теперь эта разница, подбирать ничего не надо, этого достаточно, вы вне церкви, у меня церкви нет спасения. И все тут решено. Вы давно уже плывете в этом, а вы в армии служили? В армии служили? Нет, я на Украине жил, у меня там с гражданством были проблемы, поэтому... А сколько вам, сколько лет вам? Тридцать четыре. Вы в армии не служили? Нет, потому что гражданство, я в Украине жил, потом сейчас у Крузии, короче, на Крузии самое, поэтому что Менгревы... А какой язык для вас родной, родной язык какой? Да я по-русски говорю, ну, Менгрейский у меня как бы больше, вот. Еврейский? Нет, Менгрейский, Менгревы. Ну хорошо, от грузинского сильно отличается? Сильно отличается, но есть какие-то похожие слова, но их мизерно очень... От Тбилиси вы далеко от Тбилиси? Да, где-то 300 километров будет, но там... Там служит священником в грузинской церкви у патриарха Ильи Второго, мой крестник, еврей, Наум Израильевич. У него ни одного вопроса этого нету, и он служит священником, а был там где-то у сектантов, он ко мне приехал, и через часа два побыли вместе, и он принял православие. И все, он знает об этом, к ангелам не обращались, а в Библии обращались, притом неоднократно. Вы просто не... Это определенно говорится, когда возвещено было о рождении Самсона, и ангел молитву относил. Льезрой считаем, что он говорил, а ангел, говорит, к Богу относил молитву. Мы в Библии не можем одно брать, другое, или все брать, или все откинуть. Но молитву были, поклонялись ли как к Богу ангелам, молились ли им там какие-то там... Молились, молились, не просто так, а поклонялись. Написано, поклонился лицом до земли, до ангела. И ангел не отверг это. Поклониться, как ангелу поклониться, и как Богу поклониться, и даже разные тоже. Я там и храму поклонился, Давид говорил тоже. Но это как не божеству просто, а как храму, то есть. А поклонение Богу идет, ну, с другим, как бы, почитание, там, обряды идут, всякие вот эти вот, ритуалы и так далее. Ну, другое, ну, еще внутренний мотив, то есть, это же не одно и то же, как Бог. Видите, вы в душу свою запустили слово сомнение, и вы ему поклоняетесь, свое мнение. А это так и не так вас не интересует. Из этой среды вас вытащить никто не сможет, потому что вы его создали за многие годы. Я вам объясняю по порядку, допустим. Нет церкви, нет спасения. Вы будете оспаривать. Нет, извините, вы мне по Библии объясните вот этими цитатами. Ну, для меня это силы иметь, ну, и по Библии, в контексте мне объясните, и тогда можно будет убедиться. То есть, ну, а там то, что люди сказали, этот святой сказал, тот сказал, потом куча противоречий, там, Евгений, какими-то златоустам, Арнобием, Ипполитом Римским, там, это говорит, да, бей ему этому морду, там, что-то тут для, ну, иеретик, там, ну, Кашуник, Арнобием, Ипполит призвали, там, к миротворчеству, там, чуть ли не, там, хребет подставлять и так далее. То есть, тоже, все не так просто, то есть, а вот в Библии нету противоречий, это я знаю, как бы, вот. Между людьми, это в Слове Божьем, то есть, все, как бы, вот, идеально, то есть, вот, этому я доверяю, поэтому вы мне по Слову Божьему объясняете, там, и по Библии объясните. Да, тяжелое состояние, вам оттуда не вылезти уже никогда, потому что это любимая среда ваша. Вы будете искать, даже все вопросы сегодня разрешите, завтра к утру у вас будет в два раза больше других вопросов. Вы последнее. Да нет, у меня уже больше ответов, чем я раньше был, я просто еще хочу дальнейшее разъяснение. Сейчас, это раньше у меня было хаотично несколько, сейчас уже Бог помогает мне, как бы, вот это вот разумление миром. Если... Да, поэтому, ну, я опираюсь, почему я должен в ней утопарить, наоборот, я пытаюсь от нее, как бы, расти, то есть. Видите, то, что... Ну, я понятен, наоборот, согласен. Видите, я пытаюсь несколько раз сказать, раз пять, и вы пять раз меня перебили, вам я не нужен. Не, я молчу, я говорю, я просто не заметил. Извините. Ну, как не заметили, я голос подаю, подаю вам, а вы ноль внимания. Мне там проливается немножко. Ну, говорите, я слушаю. Из этого состояния, я говорю, вас никто не может вытащить, потому что все основано на сомнении, авторитета нет. Самые авторитетные личности, какие были, апостол Павел говорит, я противостал им. Этой ложью там сомнение было то-то и то-то, и Варнава с ними был неправ. Павел всем противостал, и, однако, истина-то отстоялась. А если так рассуждать, то ничего и нет. Я противостал юридикам, у которых свои были антибиблейские учения, а я как бы стараюсь придерживаться библейского учения. Там же уже Николаиты пошли со своими ересями, там, и еще куча этих, кто-то там, Яполосов, Якифкин, Яполосов, то есть у них, наверное, были. Вы посты православные, православные посты соблюдаете? Посты соблюдают, не православные, а как бы по своей мере стараюсь вот это вот. То есть самовольно, когда сами хотите, тогда да, а с церковью то нет. Об этом Феофан Затворник говорит, по разным причинам. Но когда тебе черти потащат в ад, тогда никто не поможет. Вы весь путь церкви отрицаете. Вот они там сказали не так, я знаю мощи, и Господь сказал похороните мертвецам. Но я это не должно от церкви оттолкнуть. Церковь всегда посчитала мощи свои. А разве Библия призывает поклоняться мертвым костям? Не призывает, не призывает, потому что душа отошла. Но ее мы находим в родословной, в родословной Иисуса Христа. И они все почитаемы церковью. Определенные дни, когда церковь отмечает дату. А вы так просто, как какие-то пешки, фишки со стола столкнули. Вам доказывать ничего не надо. Бесполезно. Библии, расписаны в Библии вот эти вот. Смотрите, у православных своя там программа по столу. У католиков своя. У этих еще там древневоспочных свои традиции. Ну, ближе. Ближе вам кто? Которая сегодня существует название разной деноминации и конфессии. Которым прикрыли слово ересь. А кто еретики тогда? Да, я вот скажу так. Последователи данного чада Божьего, они могут быть и в православии, и католицизме, и протестантизме. Просто там с определенными изъявами, да. Но все равно там могут быть отдельные, которые соблюдают, ну, основываются на Библии. Они и предания соблюдают, но и на Библии тоже вот. Поэтому в большей мере, ну, они как бы от чада Божьего, ну, по поводам. Там добрые дела делают и дождались. Там помогают, нуждают. Там есть которые гонения там, допустим. В Индии есть гонения. Им отправляют там помощь там. На безнагрузках святых принимают и участвуют. И от Матфея там 25 глава. Сказано, что мир будет судиться, ну, кроме прочего. И по вот этим делам. Там кто кому помог, кто кого отверг. Как Христос говорил, что как бы им к ним отнеслись там, так и ко мне. Их приняли, то и меня. Ну, я это не цитирую, а так. Ну, более голоден там, накормили меня, напоили там и так далее. Вот. Сейчас же, лучше, допустим, те же вот, ну, десяти или сколько там. Как там десяти, кто-то. Одиннадцать, двадцать, тридцать. Там просто. Отправлять лучше, ну, тем брадям вот, которые нуждаются там на континентах. А как вы считаете, Евангелие от Матфея 28 глава. Христос говорит, четко и ясно говорит, врата ада не одолеют ее церковь. По-вашему, врата ада или ее нет? А что такое врата ада? Назовите. Врата ада это, в общем, это все вели силы демонические. В общем, которые выходят в состав. Ну, выходят грехи, демоны, еретики, заблуждения. То есть, все вот эти вот лазейки, которые ведут в ад, они относятся к вратам ада. Апостол Павел прямо говорит к эфесянам и к евреям. Что одних поставил пророками, во-вторых, апостолами, в-третьих, учителями. Кто у вас учитель? Назовите, кого поставил Христос? Назовите просто, не апостолов называйте, а апостолы, пророки, в-третьих, учителями. Кто у вас в-третьих? Или в апостольской церкви кто был? Да, у меня вот Христос, это вы сказали, апостол, ну, как он там и говорится, что, если кто будет благовествовать, не то, что вы благовествовали, да будет анафема апостола сказать. И у меня те учители, те святые отцы, которые, ну, те работы их, которые согласуются с новым заветом и не противоречат. Апостол Павел говорит, поставил, апостол Павел говорит, поставил, то есть при апостоле были учителя, назови кого. И в течение двух тысяч лет, каких учителей, знаете, в церкви, которых Дух Святой поставил, назовите. Если Ефрем Сирин есть, есть другие тоже, Ипполит Римский есть, допустим, вот. Еще некоторые можно вспомнить, но надо там, я эту тему вот так, немного исследовал, но надо еще, то есть, вот. Ну, вот их работа, да, я, ну, которые не противоречат новому завету, я принимаю, потому что противоречит, да. А что вы знаете? Сколько книг у Ефрема Сирина написано? Сколько вы просчитали Ефрема Сирина? Ничего нету. У Яна Златоуста называете? Сколько томов у Яна Златоуста написано? Каждый том 780 страниц. Сколько? Какие вы принимаете у Златоуста? Дело не в том, что там томы и прочее, а дело в том, что у него антисемитские учения были вот эти вот. И к мордобою призывал там, что надо, ну, я уже говорил об этом уже. Вот. И у него есть там жесткие вот эти выходы на евреев, то есть. Это что такое? Это в Писании учат, что нужно благословлять, молиться, ну, за этот народ. Да, Бог там с ними сам разберется, то есть. Вот. Но нету призыва никаким антисемитизмом, ничего, то есть, ни к евреям, ни к другим. А чего он ради, он говорил, бить-то его? Какая причина, что Златоуст говорил, дай ему по морде? Если еретика, если там увидишь еретика, ну, сейчас давайте я процитирую, кощунька, там насчет кощунька говорил. Какая причина-то, за что? Или все время бить и только по одной причине? Секундочку. Ладно, не ищите, времени нет у меня даже на это. Теперь скажите, как вы на меня вышли, почему? Сейчас я скажу, когда он говорил, в случае кощунства, если какой-то человек, бунтар кощунствует там против Писания, против Бога, веры, то освети там свою руку ударом, что-то в этом духе было, скажем. Он делает сравнение, если поносят царя, и царь узнает, что ты закрыл ему рот, он тебя похвалит и наградит. Он только за сравнение сказал, тем более за Бога. Я никогда этого не делаю. Он сказал, за земного царя, и даже если за земного царя кто-то там ляпнет что-то, то мне кажется, что даже за земного царя нужно там морду набить. А за греховного, который... Я спрашиваю, златоуста считали, вы сколько там мог у златоуста? Я златоуста полностью не читал, я этот поверхностно читал, я этим потом хочу занять. Но вот эти противоречия уже внушают какие-то настороженности. Не надо, смотрите, вы отставьте это в себя. Иоанн Златоуст, каждый том, 12 томов, которые сохранились, и он нигде не сомневался. А вы его сразу, все, там сказал ударить. А вы его сейчас ударили большее число раз, чем он вас. Он поделал. Он призвал пить кого-то. Или там евреев ненавидят. А Златоуст это говорит. Значит, у него свое учение здесь какое-то. Да, да. Даже Златоуст свое учение, это главный из всех толкователей. Он полностью толкует всю Библию. Вы ее не читали и уже отмахнули. Вот не имеет права вот такие учения противоречивые вносили. Это... Самое главное, что вы вне церкви. Так, все на этом, все. Все пока. До свидания. Я вам не нужен совершенно. Я вам не нужен. Вы сами тоже на евреев. Почему вы на меня вышли? Почему на меня вышли? Какая причина? Ну, как вы про меня узнали? Где прочитали? К кому обращаетесь? Я в ютубе вас увижу. Ну, и что там вы подумали? Что я такой же, как вы, должен понимать так? Нет, я вижу ваше учение, учение православной церкви, официальной РПЦ. И ваше учение отличается от учения РПЦ. И их отношение к вам тоже такое неоднозначное. Ну, у вас, у вас более правильное учение, ну, объективность, если сказать, оно у вас более правильное, более ближе к Библии, чем ихнее. Потому что РПЦ призывает, там есть, ну, я знаю, слышал, что вы культ мочей как-то полностью не принимаете, то есть, ну, касательно вот этих вот целований и прочих. Потом, ну, дело не только в этом. У них там платные как бы идут, платные там разные вот эти вот освещения и прочие, ну, какая-то вот связь с вот этими вот доходами, то есть на ритуалах там и так далее. Потом эвакторизм они признают, ну, эвакторизм не признают, то есть, ну, я, насколько я знаю, вот миротворчеству там призывали, вот более такие пацифистские. Так, теперь скажите, как к вам обращать, а как звать вас? Миран меня зовут. Миран? Миран был. Миран. Ну, все на этом, до свидания. Давайте я вам еще вопрос задам. Нет, больше не надо. Вам это никогда не разрешить, потому что вы ставите в основу. Мне это не надо. Почему? Потому что я не участвую в этом войне. Они там делают, говорят, это их дело. Я должен молиться за старение начальствующих. Повеление Божье. Вот и все. Да, ну, в боях нельзя принимать, там, проливать кровь. Это вы проповедуете, что нельзя убивать, там, и так далее. Вот. А они там освещают ракеты, танки, там, все вот эти вот вооружения. Потом в храм Министерства обороны построили, там, какое-то капище Марса, как будто, какой-то. Ну, просто вот культ на вот этом милитаризме, на вот этой экспансии и прочее. Это совсем противоречит явно. Так, все, все, давайте закончим это. У меня времени совершенно нету. У меня есть еще вопросы по поводу... Не надо, уже не надо. Те вопросы, которые есть, вы ими завалены, вам уже не вылезти из-под них никогда. Вам это не нужно. Если бы стремились быть в церкви, вы бы старались разрешить это дело, а вам нет, вы новое, новое, новое выискиваете. Все не такие. Да, не новое, а второе же... Так, все на этом. Все. Все, на этом все пока. Церковь она...